Попробуйте прочитать, что там написано вот на этой табличке. Строго воспрещаются. Здесь мочится. Это военачальники, это 20-е годы. Это дед стоит, они, смотрите, все смеются. Это вход в Кремль. 15 лет спустя дед Антона, Владимир Антонов-Овсиенко, уже не смеялся. Один из идеологов советского террора. От октября 17-го до подавления крестьянских бунтов. В итоге сам же пал его жертвой. Обвинение в шпионаже, расстрел, репрессированная семья. В ее истории и вся новейшая история страны. Все, что произошло со страной, было логично. Потому что репрессии начались в 2 часа 10 минут ночи, когда дед арестовал временное правительство. Вот они когда начались. И они своей жизнью, своей смертью показали, как делать не надо. И цивилизованный мир сделал выводы. Но только страна, победившего большевизма, этот вывод так до сих пор и не сделала. Вот чем беда. В 90-х, когда страна делала выводы, отец Антона, сын врага народа, основал в Москве музей истории ГУЛАГа. Он до сих пор существует и обновляется. Обновляется, впрочем, вернее, возвращается в новом виде, как это чувствуют в доме Антоновых-Овсиенко и сама история страны. Ну, Госдума предложила сажать, Госдума только предлагает запретить, контролировать, ужесточить. О новостях и он, и миллионы сограждан в советские годы узнавал от вражеских голосов. А в эти дни ключевое издание на русском «Медуза» на безопасном расстоянии из Риги докладывает ужесточение наказаний за экстремизм, преследование активистов, пытавшихся провести митинг против итогов голосования по поправкам. Вот, вот, к сотрудникам «Открытой России» в Бахомеде пришли с обысками по делу ЮКУС. И так далее. Вот Галямина говорит, пришли в 6 утра в старинское время. Это у них принято последнее время. С подправленной конституцией страна живет лишь неделю, но вместо основного, как будто бы уже закон военного времени. Я это оцениваю как вообще такой, знаете, как говорят, рецидив прошлого. И надо вспоминать Сталина, который выкликнул такую доктрину о том, что по мере приближения к коммунисту рост классовый обостряется, враги ожесточаются, объединяются, как внутренние, так и классовая борьба. Что происходит у нас? У нас происходит, конечно, не рост классовой борьбы, но у нас тоже такое вот обострение. Обострение, значит, противостояние с историческими врагами. У нас такой вот психоз. А исторические враги-то кто? Исторические враги-то у нас замыкнут. От символа советского террора, соловецкого камня, до свежей символики борьбы с изменниками Родины и шпионами рукой махнуть, будто и не прошло этих почти 100 лет. Все последние годы в России, когда сажали за репосты «не болтай», когда возбуждали дела о госизмене против ученых, диверсанты, когда брались за слишком смелых режиссеров, расхитители госсобственности, всякий раз звучали голоса. Но ведь не 37-й. Нет, это июль 2020-го. В России, обнулившиеся, закрытыми на время вроде бы границами, с главенством не международного права, а местных понятий, все последние дни не проходят и дня без приговоров, обысков и задержаний журналистов. В том числе прямо здесь, на Лубянке. Круг как будто начал замыкаться. Я написал бумажку. Государственное обвинение требует от специального присутствия Верховного Суга расстрелок всех до одного по себе. Всегда мы пытаемся в истории найти какие-то вехи, опираясь на которые мы можем сделать выводы о том, что наступила другая эпоха, теперь все будет по-другому. На самом деле в истории так не бывает. Какие-то вехи проявляются не сиюминутно. Скажем, очень важная была веха 27-й год, когда появилось много дел о вредительстве и когда вот эта риторика буржуазного окружения, капиталистического окружения, возможности нападения на Советский Союз, осажденной крепости. Вся она уже работала. То есть четких рэперных точек нет? Нет, они есть. Мы потом задним числом делаем выводы и говорим, а вот вы знаете, это привело к тому-то. Но уже сегодня мы можем сказать, что голосование за поправки Конституции и тот результат, который был представлен населению, это есть тоже отсчет новой эпохи в борьбе с несогласными и с людьми, которые стоят в оппозиции к Кремлю. Какое оно будет? Я думаю, будет просто нарастать вот это давление и моральное, и судебное на тех, кто высказывает свое несогласие. Специалист по истории советских спецслужб Никита Петров предостерегает от прямых параллелей. Сотня с лишним, по оценкам правозащитников, политзаключенных в 2020-м и миллионы сломленных судеб в 30-х. Александр Черкасов, коллега Петрова по историко-просительскому обществу «Мемориал», ныне это иноагенты, соглашается. Но добавляет, ведь и тогда, годам Ягоды, Ежова, Берии, предшествовала вегетарианская пора. Но 30-е годы, конец 30-х, они не сразу возникли. Во всех направлениях, и в направлении исторической памяти, дела Юрия Дмитриева, и в направлении комментирования современной, актуальной повестки дня, Прокофьева, и в направлении любом. Таблички «нельзя» стали больше и пододвинулись ближе. По числу политических заключенных мы сейчас находимся примерно там же, где находилась Брежневская Россия, Брежневский Советский Союз. Нет. Атмосферы страха в обществе нет. Во всяком случае, в том обществе, которое мне известно, с которым я имею дело, страха нет. Страха нет. Потому что массовых репрессий нет. В Москве расстреливали в день, на сутки, больше тысячи. И только в Москве. С того времени, когда мне исполнилось 17 лет, уже все время жил под страхом репрессий. Среди репрессированных в 30-х был и отец, историка Роя Медведева. В 70-х диссидент Медведев требовал демократизации советского режима, публикуя на Западе бестселлеры об узурпации власти Сталиным и культе его личности. Но со временем взгляды автора эволюционировали. За минувшие годы Медведев выпустил 8 книг о личности Путина. И, будучи с ним близко знаком, одобрил новую возможность для бессменного главы править дольше, чем Сталин. Меня эта сменяемость власти часто совершенно удивляет. То есть, сменяемость власти – это, скорее, плохо? Части всего в таких делах – это плохо. Если человек способный, надо его оставить, а не менять на неспособного. Я правильно услышал? Диктатор может быть и хорошим. Может быть хорошим, да. Си Цзиньпинь для Китая – хороший диктатор. Очень хороший. Гораздо лучше Мао Зе Дуна. То есть, в каком-то смысле, можно перестать стесняться и сказать – Путин – это хороший диктатор. Можно. Я бы не сказал диктатора. Он имеет монархические полномочия. Это нередкий для России парадокс, рассказывают правозащитники. Во многих семьях репрессированных тоскуют по хорошему вождю. Так что ж, о тех, кто жизни без вождя в стране и не застал. Что государство – это все. Что государство помогает победить угрозы внешние и внутренние. Что права человека – это ничего. И что органы госбезопасности не ошибались. Ну, вот примерно такой набор. Почему ФСБ выбирает эту женщину или этого мужчину и предъявляет им уголовное обвинение? Я просто не знаю. Потому что, видимо, просто для примера, чтобы остальных как-то урезонить. Потому что поток всяких этих клеветнических или даже протеррористических высказываний очень велик. Вы же были диссидентом. Я был диссидентом, да. Вас тоже наверняка обвиняли и в измышлениях, и в клевете. Конечно. Так почему? И меня обвиняли, когда меня исключали из партии. Какой только на меня не писали тексты. Тогда что было диссидентом? Их несколько сотен человек было. А сейчас их из десятки тысяч. Слишком много, по-вашему? Очень много. И они совершенно себя свободно чувствуют. Ну, как же свободно, если вот только что мы перечислили события последних пяти дней? Ну, мы перечислили последних пяти дней, но это один человек в день. А я говорю, что расстреливали тысячу человек в день только в одной Москве. Хотя стремиться к этим цифрам сегодня, очевидно, и незачем. Вот по итогам нового витка в борьбе с инакомыслящими, журналистами, один из них, Максим Трудолюбов, пишет о новом типе информационной диктатуры, при которой не обязательны ни гулаг, ни расстрелы. В открытой диктатуре лидер для удержания власти прибегает к арестам и убийствам. Но в мире свободного движения капитала и глобальных медиа насилие стало для авторитарных правителей слишком затратным. Прежде всего, с точки зрения реакции внешнего мира, в том числе санкций. Поэтому при информационной диктатуре глава режима выбирает покупку лояльности, цензуру, политическое давление или точечные репрессии против независимых ученых, художников, литераторов, журналистов и сотрудников НКО. Я вообще не исключаю ровным счетом ничего. В том числе, если нынешние вялотекущие репрессии превратятся в сталинские, я тоже в этом не отказываю, как бы, ситуации. И я знаю массу людей, которые выскочат и скажут, и так им и надо, и правильно. У меня здесь соседка живет, вот прям, знаете, у меня за спиной, которая на смерть Немцова сказала просто, да я его и так всю жизнь ненавидела. Я знаю, что масса народу, вот сейчас устрои там с Сафроновым, отправь его там, не то что в Сибирь, поставь его к стенке, скажет, масса людей. Это, конечно, смелые допущения. Впрочем, ведь и в 20-х дед Антонова Овсиенко вряд ли догадывался о том, чем для него все закончится. Константин Галинсвайк, Дмитрий Хайтовский, Юрий Подхоев, RTVI, Москва.